Друзья, привет! С вами канал Борис Энимал. В сегодняшнем выпуске нас ждет продолжение рассказа про пса по имени Котик. Итак, поехали! Пес по имени Котик. Глава 2. Шло время. К деревушке подступили бетонные джунгли, загораживающие солнце. Котик не мог понять, почему в деревне стало много плачущих людей. Как-то незаметно в поселении осталось три дома. На остальной территории произошел крупный прилив из мусора и строительных материалов. Людей, которых любил пес, становилось меньше. Популяция же котов практически исчезла полностью. Котик находился в нервном состоянии, так как уже заметил закономерность. Те, кто приходили к нему вечером со слезами на глазах, утром попросту исчезали. Пес готовился к худшему. Он был уверен, что совсем скоро останется один. Среди незнакомых и недоброжелательных персонажей в специальной одежде. И вот одной, тихой, на первый взгляд ночью, когда котик крепко спал, на улице раздался кошмарный кошачий крик. Пес соскочил и моментально узнал голос Рыжика, одного из немногих оставшихся котов в умирающей деревушке. Такой же крик этот кот издавал еще будучи котенком, в день, когда на него напали крысы и пытались утащить к себе в нору. Но пес вырвал тогда еще совсем крохотного Рыжика из лап свирепых хищников. Выходил его вместе с мамкой котенка и с тех пор стал для него вместо отца. Пес-котик понимал, что с его другом опять приключилась беда. Стрелой пес вылетел из сарая и пустился на крик. Возле старой питьевой колонки метров за сто котик увидел человека в синем специальном костюме, держащего Рыжика в руках и периодически подставляющего его под ледяную воду, сопровождая эти действия диким смехом. Пес, не сбрасывая скорости, прошел как ледокол сквозь незнакомца, сбив его с ног, развернулся и задал тому трепку. Кот Рыжик в это время выскочил из рук живодера и отбежал в сторону. Пес же, ощутив кровь на своих зубах, бросил живодера и подхватив аккуратно Рыжика, умчал к себе в сарай. Спасеныша сильно трясло, он еще не до конца пережил страх и пес-котик накрыл его собой. Через полчаса дрожь отступила и друг пса уснул. В это время наш герой понял, что все хорошо с его подопечным и тоже начал потихонечку дремать. И вот глаза котика уже налились свинцом, оставалось буквально пару минут до крепкого сна. Как вокруг сарая раздались крики незнакомых людей, запахло паленым деревом. Пес сразу же догадался, это за ним, друзья живодера окружили сарай. Проснулся и Рыжик, увидев, что со всех щелей к ним прорываются языки пламени, кота вновь накрыла дрожь, и он еще сильнее зарылся в шерсти пса. Котик тоже был напуган, но по привычке визуально этого не показал. Продолжение следует. До встречи, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ждем выхода новых серий вместе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин